Ребята, всем привет, кто зашел на мой канал. Как у вас настроение? Дела? Соскучились? В общем, надеюсь, вы меня еще не забыли, потому что я видео укладывала где-то две недели назад, что ли. Вот. Короче, мне тот парень подогнал такую штуку. Вот микрофончик. Поэтому, надеюсь, с ней меня будет вам лучше слышно. Пишите комментарий, только лучше или не должно быть, да? Что у нас сегодня? У нас сегодня бургер. Картошечка фри. И квас. Это все домашнего производства. Я только что это готовила сама. Вот, правда, хорошую картошечку немного пересолила. Но все равно она очень-очень вкусная. Ну, и бургер тоже моего производства. С чего я тут только не напихала. И что-то там и колбаса, и огурчик, и салатик. Короче, все, что только можно. К картошечке у нас будет сыр. Такой вот. Обычный сыр. Бегала, покупала. Ой, сильно, наверное, будет слишком. К микрофону. Такое, знаете, маленькое ASMR. ASMR-видео. Я думаю, что это видео я сниму, наверное, как факты обо мне. Потому что, как-никак, но уже какое-то третье видео, вроде бы, более-менее залетает в реку, как бы люди на меня подписываются. Но особой информации я про себя какой-то не давала. Вот так вот. Поэтому, думаю, сегодня нужно начать, так скажем, рассказать пару фактов обо мне. Вкусненько. Вкусненько. Вообще прелесть. Хорошо, что я пошла, еще купила сыр. Он же так немного приостыл, потому что я туда-сюда бегала. Опять мою шикарную конструкцию устраивала. Очень боюсь бокал подбить, поэтому пускай стоит тут лучше. Картошку фри. Я думаю, может вообще купить быстренько ее. Я думаю, что покупать, если у нас-то дома есть ее много. Нашла в ютубе видео, как делать картошку фриской fc. Получилось очень вкусно. Знаете, наверное, начнем с фактов. С первого факта. Просто первый факт. Это то, что, например, когда я кушаю, я сначала, например, у меня в тарелке картошка, там котлета. Я сначала скушаю что-то, одно из этого, а потом второе. Мне кажется, так и сейчас. Я сначала доем картошку, или буду ее ехать до тех пор, пока мне не надоест. А потом уже примусь за бургер. Хотя он уже остыл. Как АСМР прям должно заходить. У меня же там микрофон прям тут стоит. В общем, это картошечка победя. Ютуба нереально вкусная получилась. Я там 37 минут подождала, пока она еще крахмал свой заберет. А потом, что интересно, нужно было опять ее обмочить в кукурузном крахмале. Представляете? Это был первый факт обо мне. Что я сначала одну съедаю, а потом второе. Второй фактор. Не знаю, я вам сейчас скажу, но вы ни в коем случае не идите гуглите это. Второй факт это то, что все, собственно, я боюсь. У меня только прям две такие фобии. Первая это три по фобиям. Надеюсь, вы не знакомы с этим. Ни в коем случае не идите это искать, особенно если вы сейчас слушаете. Это просто... Если я вижу что-то подобное, даже не то, чтобы... Ну, мне просто вот так вот передергивает. Вот. А второе, чего я прям боюсь, я ненавижу змей. Ладно, там пауки, но змей просто... Так противно. Даже вообще страшно. Они такие ползучие. Значит, второй факт был сказан. Хочу еще рассказать, почему я так назвала мой канал. Надеюсь, я скину это видео своему парню. И надеюсь, что он это посмотрит, потому что мой канал называется Диана Лемей. Как думаете, почему? Ну, то есть, Диана, это мое имя. Моего парня фамилия Лим. У него прадедушка кореец, поэтому я так и подумала, почему бы не назвать канал Лим и добавить качание ей. Ну, так вот. Ладно. Ну, ты же как-то догоняюсь за это. Ну что, мы же свои. Есть одно и то же. Сейчас еще бургером перекушу и продолжу каждушечку фри кушать. Вообще, я буду вся в этом бургере. Так всегда. Вот я всегда бургеры ем. У меня просто все руки в соусе. все просто вываливается. Я уже его даже не взяла. Он просто все уже рухает. Рухает. Нет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А как мне его? А как мне его? Блин. Вам попка поверну? Все, он начинает разваливаться. Здравствуйте. Приехали. Ну, вкусно очень. Вот эти сарфеточки нужны. Ну, вообще, знаете, моя подруга мне предложила снимать не то, что мы в банке, а даже ASMR, потому что ну, как она считает, ASMR почему-то интереснее намного, чем мы в банке. Хотя я снимаю именно мы в банке, потому что ну, просто ASMR мне же, например, не совсем интересно смотреть. Мне намного интересно, когда тот человек беседует. Как еще в этом в этом соусе все. блин, все каплю не умеет я есть. что еще можно сделать? Такой факт, я просто не думала, о чем это говорить. Можно в следующем видео делать пометочки. Так, о чем видео должно быть вкратце. я училась на бухгалтера, ну, это не моя профессия. Вообще, зачем я научилась на это? Ну, хотя я, наверное, все-таки на это училась для того, чтобы потом со среднеспециального поступить в университет, так просто проще. Так проще поступать. Я, получается, после колледжа поступила в университет БГУ Минских хозяйствах с Бреста. не поступила я на маркетолога. Я считаю, что это как раз вот моя профессия. Мне это интересно. Я не знаю, сколько будет фактов. Надеюсь, на 10 хотя бы дойдут, чтобы название написать 10 фактов обо мне. Давайте обратно все сделаем. Как думаете насчет видео Самоэр? Снимать просто Самоэр? Ну, просто как-то чавканье, что ли, на камеру? То есть без разговора, просто чавканю. Моя мама вообще такое не любит. Например, смотрю Айкушечку. Ну, я ее часто только и смотрю, только ее. Ладно, еще одну девушку по телу. Да, немного подписчиков, правда. Ладно, это не важно. Допустим, я смотрю Айку. Мама такая, Диана, выключи. Типа так напрягает. Зачем ты это смотришь? Я говорю, ну, мне нравится. Вот так вот. Пишите свои еще советы. Может, мне все-таки что-то изменить надо. В первом видео, когда я снимала, мне девочка написала, что лучше убрать звук. Вот, ну, я думаю, ну ок. Убрать так уберем. Если вы хотите больше со мной познакомиться, познакомиться, вы можете перейти и посмотреть мой инстаграм. Он мне, правда, закрытый. Вы можете, например, написать в директ с ютуба. Я вас приму. Просто я не все хочу принимать, потому что, допустим, есть такие знакомые, например, когда я открываю аккаунт, и они вот просматривают мои истории. Ну, неприятные, то есть мне люди. Некоторые. Поэтому у меня аккаунт закрыт. Пишите, сколько вам города? Я с Бреста, как я уже говорила. Сколько вам лет? Интересно, какой возраст на категории меня смотрят люди. Я такая сижу и думаю, а что вообще рассказать про факты? Ну, мне 19 лет меня зовут Диана. Я же высочим. Ну, у нас с ними немножко тяжелое отношение, правда. Ну, ладно, ничего. Я же привыкла. Знаете, какой факт? Очень интересный, забавный. Моя подруга мне говорит, например, ну, как по ее словам, не в обиду ей, но просто она это сказала. Например, если ей нужно подумать, что сказать, то мне же нужно свой тон настроить голоса, чтобы человек меня правильно понял. потому что я иногда говорю, вроде бы ничего плохого не имею, но это звучит достаточно почему-то грубо с моих уст. Или высокомерно, что ли, ну, хотя я ничего такого не имею в виду. Мне это не один человек говорит почему-то. Ну, я не специально, ребята, если вы такое наметите вдруг за мной. Ну, у меня такой голос. Не специально с таким тономом говорю. за вас. Еще один факт. я ходила в школу модельную Нагорного. Ну, как-то мне этого особо ничего не дало, потому что, знаете, когда зовут модельная агентство, то что ты думаешь, все, он будет звездой в Моделье. В итоге я походила, я даже не один год ходила, типа, это курс. Там абсолютно разные предметы. Я даже один год походила, потом, типа, концерт был в конце обучения, потом еще второй раз ходила. В итоге, не помню, мне тогда сказали, что ну, вот, вы сделаете портфолио, мы ваши фотографии поместим. А по факту они сказали, то есть мы деньги потратили, сходили, сделали мне фотографии и ничего. По факту. Мои фотографии там не было. Обидно как-то. Зачем тогда говорить? Моего еще парня приглашали в модельное агентство. Да и не только парня. Парня приглашали мою подругу, потом еще одну мою знакомую. агентство, которое называется Сигма. Вот я, меня тоже приглашали давным-давно, я сначала проходила качник, типа, я прошла, они мне потом звонили, говорили, что вы прошли, но как-то просто, что ли не было времени, я просто знала, что это развод на бабки, поэтому я не пошла. Это моя подруга, она пошла. Как бы, многие отзываются об этом агентстве, типа, не очень что-то чисто развод на деньги, потому что никто не ездит от этого агентства никуда. Вот так вот. Еще, а, так моему парню два раза предлагали, даже три. Первый раз он прошел, второй раз сказали, перезвоню через три недели на походу. Не знаю, не судьба, но он красивый и достаточно высокий. Не знаю, что они там так долго думают, наверное, скоро он звонит. Уже 19 минут, ребята. Наверное, все буду заканчивать. Это была последняя картошинка. Пишите, пожалуйста, мне обрезать такие видео. Вот сейчас, видео уже 19 минут. Будете такое длинное видео смотреть или нет? Мне надо все-таки скорачивать. В прошлом видео так и не ответили. Давайте. пишите, какие видео вы хотите, с каким бомбанком, с какой едой. А то я долго думала, зачем же мне снимать? С роллами опять же или с роллами опять же? В итоге подумала, что нужно все-таки что-то другого выбирать. Я вот заказала, не заказала, а сделала, приготовила картошечку. Вот, поэтому, пожалуйста, ребяточки, пишите, что вы хотите от меня видеть. Я вот думаю, например, можете взять спицы или или 10 йогуртов, мне кажется, тоже было бы достаточно, в принципе, интересно. В общем, всем пока. Что еще сказать? Всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии хорошие. Подписывайтесь на канал. В общем, люблю. Пока.